МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Говорить на камеру, но вот что пояснил. Неуправляемый внедорожник, разбив ворота, ворвался на территорию, сделал резкий разворот и прямиком направился в карьер. Как раз в том месте и ушел в воду злосчастный УАЗик. Все произошло в минувшие выходные, в ночь субботы на воскресенье. На место прибыли полицейские. Спустя лишь полчаса сообщение о ЧП поступило к водолазам Южно-Сибирского спасотряда. За такое количество времени выжить в воде нереально, поэтому спускаться на дно было решено уже днем. Каково было удивление водолазов, когда они обнаружили в машине 4 трупа. Ведь выбраться на воздух у людей были все шансы. Машина находилась не на очень большой глубине, но 3 метра. Как считать, для водолазов это маленькая глубина. Просто для человека, в принципе, уже существенно. Она превышает рост человека и уже требует специальных навыков, то есть продувки. Просто человек, не умеющий продуваться, может получить уже какие-то травмы. Ну, действия пассажиров. Ну, такое ощущение, что они просто их не предпринимали. Возможно, в момент падения сразу потеряли сознание. Как выяснилось, все погибшие – жители соседнего села Калинино. Им от 25 до 32 лет. Обстоятельства трагедии теперь предстоит выяснить следователям. В настоящее время по факту гибели четверых мужчин Следственным комитетом по республике Хакасия проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначено судебно-медицинское исследование, в ходе которого будут установлены причины смерти мужчин, а также находились ли они в состоянии алкогольного опьянения. Вместе с причинами гибели мужчин предстоит также выяснить, что они делали в этом районе Абакана. Работали на местной стройке, уходили от погони и, главное, почему УАЗик упал в водоем. Константин Кравцов, Антон Михайлов, Вести Хакасия. С начала ноября в России изменятся правила получения водительских прав. В автошколах полностью исключат самоподготовку. Тех, кто самостоятельно изучил правила дорожного движения и накатал часы с частником, до экзаменов не допустят. Кроме того, теперь курсанты будут учиться дольше. Соответственно, на 15-20% увеличится и плата за обучение. Получить права понадобится и водителям мопедов и квадроциклов с 16 лет. Для этого в документах появится новая категория М. Также новые правила официально разрешат сдачу экзамена по вождению на машине с автоматической коробкой передач. А в водительском удостоверении появится соответствующая отметка. Естественно, владельцу таких прав на механике ездить будет нельзя. Уникальная реконструкция. Впервые на перегоне Лужбат ТЭБА проводятся работы по переносу железнодорожных путей. Это делается из-за снежных заносов и опасности лавин, которые в течение зимы сходят на этом участке по несколько раз. Надо отметить, чульжанская дистанция пути – одна из самых проблемных на Красноярской железной дороге. На этом перегоне 25 лавиноопасных мест. Снег здесь достигает высоты 3,5 метров. Чтобы кардинально изменить ситуацию, принято решение о переносе путей вместе со всей инфраструктурой на 8 метров от скалы. Первый, длиной в 650 метров, уже перенесен. Сейчас ведутся работы по демонтажу и укладке второго пути. В первую очередь вопрос ставится о безопасности движения поездов и пассажиров. Здесь у нас и пассажирское движение, и грузовое. Поэтому во главе угла только в первую очередь этот вопрос. Я думаю, что комплекс работ, который здесь завершается, он позволит нам на 100% обеспечить безопасность движения поездов. И жизнь людей, пассажиров наших. Энергетический прорыв. Саиногорск получил резерв по электроэнергии на десятки лет вперед. В городе Металургов после реконструкции открыли подстанцию. 220 кВт, означенная районная. Уникальную в своем роде. Всего за 5 лет энергетики обновили подстанцию с полувековой историей. 220 кВт, означенная районная. В Саиногорске введена в 1967 году. От ее работы зависят не только потребители Саиногорска, но и прилегающих поселков 73 тысячи человек. Старое оборудование износилось и требовало ремонта. Благодаря лишь грамотной работе специалистов удалось избежать отключений. Сегодня открытие, процедура скорее формальная. За все время реконструкции ни на один день подстанция из строя не выходила. Реконструкция велась на территории действующей подстанции. Это было сложно оперативно и для оперативного персонала, и для организаций, которые занимались проведением субподрядных, генподрядных организаций. Сложно было в том плане, потому что выводя оборудование мы снижали надежность потребителей. Некоторые операции приходилось делать таким образом, что создавались временные схемы. Уникальная в Сибири подстанция, которая выдает сразу пять классов напряжения, оснащена самым современным оборудованием. Ее мощность увеличили в два раза. Сегодня это 330 мегавольт-ампер. Повысили надежность сетей и их экологичность. Создан огромный резерв. Энергетика должна идти вперед промышленности на 3-5 лет. Сегодня этот шаг получился на 25-30 лет. Город Саиногорск и все прилегающие территории 25 лет могут не болеть о том, что у них завтра будет проблема с тех присоединением, будет ли работать качественная электроэнергия. Техническое переоснащение – часть инвестиционной программы. Деньги выделяет федеральная сетевая компания. Кроме Саиногорска наращивает мощности и в других районах Хакасии. Мы завершаем строительство линии Абакан и ТАТ, повышение надежности электроснабжения Хакасии в целом. Мы меняем выключатели, 7 выключателей 110 на подстанции Абаканская районная, что связано опять-таки с развитием, с тем, что увеличились нагрузки, увеличились соответственно наши параметры. Идут переговоры о строительстве подстанции Степная. Она обеспечит надежным снабжением жителей Аскизского района. Ольга Сельмах, Сергей Казимин, Вести, Хакасия. У многодетной семьи погорельцев Томаяковых из Аскизского района этой зимой будет крыша над головой. Накануне сотрудники МЧС провели акцию по восстановлению их сгоревшего дома. Огонь серьезно разрушил жилище. Темья из села Усть-Хайза, в которой 8 детей, лишилась прошлой зимой всех вещей. Почти год Томаяковы скитались по родственникам. Пожарные за неделю организовали все необходимое. Подготовили стропила, глину, лопаты, купили шифер, кирпич, провода и электросчетчик. Группа из 20 человек весь день провела в строительных работах. Сгоревшую крышу дома полностью разобрали и закрыли новым шифером. Под присмотром специалистов провели в доме новую проводку. Установили счетчик и подключили дом к электроснабжению. Кроме этого пожарные привезли семье холодильник, телевизор и детские вещи. А главное, подарили огнетушитель и показали, как им пользоваться. Здесь добровольное желание сопряжено с тем, что люди пострадали, люди остро нуждаются в помощи. Поэтому это акт милосердия, по большому счету. Мы проявили работники учреждения, понимая, что мы не самые бедные. Можем принести какие-то лишние вещи, лишние в том числе, из своей семьи. Передать тем, которым сегодня все в прахом покрылось, сгорело. Подари сельской библиотеке новую книгу. Такую акцию уже достаточно продолжительное время проводит Национальная библиотека имени Доможакова. Проект успешный. В прошлом году в его рамках было собрано около тысячи литературных экземпляров. На сумму более 130 тысяч рублей. В этом году акция возобновилась. Юлия Константинова ознакомилась с условиями ее проведения. Вот оно, настоящее богатство. Энциклопедии, специальная научно-популярная литература. Книги художественные, взрослые детективы, любовные романы и детские сказки, приключения. Десятки наименований изданий получает главная библиотека республики Национальная имени Доможакова. В отличие от муниципальных, финансирование которых оставляет желать лучшего. Фонды сельских библиотек практически не обновляются. Новые книги поступают примерно где-то 10 книг в год. Поэтому мы и решили провести подобную акцию, чтобы попасть...